7 августа 1997 года у Романа Тоскаева запланирован испытательный полет на новом учебно-тренировочном самолете МИК-АТ. Ему надо оценить управляемость нового самолета с выпущенными закрывками. Вы видите полет глазами летчика-испытателя и слышите реальные переговоры в эфире. Поехали, поехали. 5, 6, 7, 8, 12. Колебания. Лешаются. Так бы там вроде бы ничего еще. Нет резервы. Порт 8-1. Отказ СДУ. Так, вот и приехали. Отказ СДУ. Нет резерва СДУ. Прекрати. Отказ СДУ. Это пульс 1, 6, 7, 1. 6, 8, 1. Я вас понял. Нет резерва СДУ. Прекрати задание. Самолет переходит в режим штопора. Неуправляемый такой процесс движения. То есть управления нет и сделать тут ничего невозможно. Я могу сойти с углов атаки. Я попробую еще перебернуть СДУ. Возможно, что-то все плохо. Что бы ни делал, результат будет, наверное, один. Придется, наверное, катапультироваться. Но хотелось разобраться. Ну, все, просто скорость. Я у нас угол атаки уменьшается. Пусть я теперь могу придурать. Что-то застрял в каком-то положении, видать, там, в дуле высоты, что ли. Больнейший действие подскажет. Ну, наверное, буду где-то прыгать. Сейчас подработать топливо, если я бы посмотрю. Хорошо. Что-то под вами никого куда-нибудь отойти, нет? Под вами никого нет. Все равно отойти, пока не могу, короче. Ручка в опоре от себя. С углов снять я теперь не могу. Все в указании. Все-то готово. Я понял, ждать. Простите вас, может, еще что-то посоветовать. Что-то ты сейчас сделаешь-то. Они еще прослушиваются, пока нет звонков. Пытаюсь набрать телеводской высоты, потому что если воду в область, значит, они сделают ничего. И броня соответствует. 681, попробуйте переключить КСУ. На что-то с этим и занимаешься, или дергивили, или получается? Обрежение. Обрежение нормально, чувствуется-то. Понял. Ну, для того, чтобы качественно посоветовать, нужно ситуацию представлять достаточно четко. А какое там понимание ситуации могло идти? Я сам не понимал, что у меня происходит. Осталось 150 килограммов. Так, осталось, что было мало, скоро буду проехать. Поняли. 150 килограмм керосина едва хватит, чтобы дотянуть до аэродрома. Но Тоскаев принимает решение все-таки попытаться посадить практически неуправляемую машину. Все, последний раз на точку пытаюсь. По прямой. Что-нибудь сделать и буду прыгать. Сажу вам пока. По прямой пытаюсь кероситься. Если на грунт, то без шасси. С передней стойкой. Все выпущено, шасси. Поняли. А если что-то не посередине, я попробую на метро. Хорошо. Все свободно, посадку разрешил. По высоте самолет не управляется. Тоскаев снижается только за счет уменьшения тяги двигателей. Если они остановятся, самолет рухнет. Высота менее 50 метров. Садиться надо сходу. Возможностей для второй попытки не будет. Воспоминание. Садиться надо сходу. Сладиться надо сходить. Я себя унялся все-таки. Ах! Ни огона. Да, вот такие вот воспоминания вы меня вызываете. Я до сих пор так это представляю, как это все происходило. Конечно, так волнительно. Все, хвостовое оперение разрушено. Хорошо. Хвостовое оперение разрушено. Спасибо, Владимир. Ну, а в общем-то это как бы работа, за которую летчики-испытатели взялись, ее надо выполнять, да и все.